1329 год, в принципе, пик деятельности Людвига Баварского, который возглавляет на тот момент всю оппозицию католической церкви и даже напрямую с ней воюет. Но Людвиг Баварский был феодалом, то есть он был правителем Баварии, естественно, герцог Баварии. Бавария где-то там близко с Австрией, у них языки довольно похожи, поэтому у него был двоюродный брат Фридрих Австрийский, то есть герцог Австрии. В принципе, Гамсков, да? Он тоже, в принципе, родственник Габсбургу, Людвиг Баварский, потому что они Габсбург держали там вообще вот этот весь район южный, вместе с Баварией, с Австрией и так далее. Ну, у него, насколько я понимаю, мама Габсбург, а отец у него был герцог Баварии из другого рода, да? То есть сам он считался вообще-то Виттельсбах по роду. Ну вот, они, значит, жили вместе с Фридрихом, с этим Габсбургом и поругались с ним. В частности, 9 ноября 1313 года Людвиг разбил войска этого Фридриха из-за территорий, то есть Бавария с Австрией воевала. В том же году умер император Генрих и в 1313 году и Фридрих, и Людвиг выдвинули свои кандидатуры на пост императора Германии и, соответственно, Италии, то есть римского императора они считались. То есть считался самым главным царем. По этой причине императоры Германии регулярно ругались с Папой Римским, который тоже считал себя самым главным во всем мире. Немцы считали своего императора самым главным во всем мире, потому что он римский. Ну вот за этот престол началась война с 1314 года между Людвигом и Фридрихом. В принципе, большинством голосов избрали Людвига, но Фридрих не согласился и начал воевать. Они этого императора избирали, но там, как обычно, при демократии были проблемы. Кого собрали на эти выборы, кого не собрали, кто согласен, кто не согласен. Ну вот воевали они долго, и тут выдвинулся еще Леопольд, тоже герцог Астрый из этой же всей коалиции Гасбургов, который начал поддерживать Фридриха. То есть получилось, что Людвиг воюет против Леопольда и Фридриха, которые из Австрии. Сражение при Эмюльдольфе в 1322 году Фридриха полностью разгромили и взяли его в плен. После чего он его посадил в замок, держал его в замке, в тюрьме. А Леопольд продолжил войну. Именно Леопольд втянул католическую церковь в этот конфликт. То есть пока все без католической церкви, без особой идеологии. И просто феодалы ругаются, как обычно, за престол. Ну вот Леопольд втянул в это французов и, соответственно, Папу Римского, который находился в Авеньоне и был под полной властью французов на самом деле. И также и Чехов. В условиях, когда Леопольд проигрался, он пошел искать союзников. Как это часто тогда бывало. 23 марта 1324 года Папа Римский отлучил Людовика Баварского от церкви. То есть католики первые напали. Естественно, Людовик под это все не прогнулся, но он начал отлучать, наоборот, от церкви Папу Римского. К Людовику в том же 1924 году перебежал Марсилий Падуанский, о котором я говорил, и который написал трактат «Дефензер Пазис» о том, что нужно светским властям передать власть. А вероист, то есть Марсилий Падуанский был вообще сторонник рационалистических философий Аристотеля. Ну короче, пошли все интеллектуалы недовольные католической церкви, пошли все к Людовику. Он их начал поддерживать, назначил этого Марсилия главным советником, и Марсилий ему обосновывал, что вся власть должна быть у короля, так как король выбран представителями народа, а Папа Римский ничего не значит, церковь это ничего не значит, все они там, в общем, мошенники-придурки, опасные для общества, как Марсилий Падуанский писал, их надо вообще от власти отстранить, и церковь эту разогнать, священников выбирать. Вот эту всю идеологию официальную прелюдию он втюхивал в Марсилий Падуанский. Тем временем наступали на фронте, Фридрих, который находился в тюрьме, он его послал к Людвигу, к Леопольду, то есть Людвиг послал Фридриха к его брату Леопольду с предложением о мире, с тем, чтобы Леопольд прекратил вот это вот все сопротивление, что несмотря на поддержку Папы Римского, войска наступали к Людвигу. Фридрих не смог убедить Леопольду, но вернулся добровольно в плен, что привело к тому, что они помирились, то есть он не стал дальше бортовать, они помирились. И кончилось тем, что в 1326 году официально заключили мир между Людвигом и Фридрихом, а Леопольда просто вообще разбили. И по этому миру Фридрих и Людвиг становились друзьями. Фридрих считался королем Германии, а Людвиг должен был быть королем Римской империи. То есть как бы Людвиг все равно выше, он король и Германии, и Италии, а Фридрих только король Германии, такая система. Поскольку короновать императором должны были в Риме, в 1327 году Людвиг наступает уже в Италию, где, захватив Рим, он, пользуясь моментом, поставил другого Папу Римского уже от себя, а именно Пьетро Райональдучи Пьетро был францисканец, причем спиритуал, то есть они жили в полной бедности, демонстрировали, что они ни в какой-то коррупции католической церкви участвуют, ничего не имеют и так далее. Они были недовольны Авеньонским двором, как я рассказывал францисканцы, тем, что в Авеньонском дворе коррупция, они постоянно говорили, заботятся о собственных интересах, живут в явной роскоши там и так далее. У итальянцев была довольно сильная идея, что нужно вернуть Папу Римского в Рим, тогда все нормально вернется, потому что там он под французами и на них работает. Эту идею выдвигали Петроарка, местные различные святые, авторитеты и так далее. То есть, в принципе, политический ход довольно сильный, поставить Папу своего в Риме, потому что традиционно Папа должен был быть в Риме. Естественно, всю команду в Авеньоне продолжали отлучать от церкви, как только поставили этого Пьетро и он стал Николаем, папой, его отлучили тут же от церкви в Авеньоне. Однако, как раз 29-й год, это вершина успехов Людвига Баварского, он начал отступать из Италии, все-таки не получил там достаточной поддержки, несмотря на все эти акты, и кончилось тем, что поставленный им Папа, он сначала бежал из Рима, потом явился в Авеньоне, там покаялся, и они его три года держали в Авеньоне, где он все каялся, каялся, пока не умер. А надо сказать, что сами римляне тоже восстали и не хотели Людовика, потому что он все-таки с немцами ассоциировался у них. Тем временем к Людовику перебежал также у Илья Макам и его сторонники, то есть в Германии все европейские интеллектуалы недовольные, папа римским, они объединились, писали там свои работы под покровительством этого борца с католиками, и вполне так хорошо себя чувствовали, он их поддерживал материально. Тем не менее, к 1330 году он отступил полностью в Германию, где, правда, продолжал сражаться. В принципе, все 30-е годы война продолжалась, они регулярно издавали там всевозможные манифесты о том, что Папа Римский никакой власти над обществом не должен иметь. Манифесты, скорее всего, писал Падуанский. Всякий новый Папа Римский отлучал всю эту команду от церкви, но практически Германию они не контролировали. Однако, кончилось все тем, что в 1346 году все-таки избрали немецкие князья Иоанна Чешского, то есть кандидата, который поддерживал католиков, а Людовик 11 октября 1347 года умер от инсульта. То есть не удалось ему все-таки не создать ни собственную церковь, что было бы вполне логично, не удержаться на престоле. Судьба его была трагична, но повоевал он хорошо. То есть до 1947 года, в 1924 году они его отлучили, то есть 23 года он провоевал против практически всей католической Европы с большим успехом, даже, собственно, Папу пытался поставить.